Всем привет, у микрофона Антик, мы продолжаем играть во Frostpunk, это новое дополнение On The Edge, и как я уже говорил в предыдущем эпизоде, нужно было подумать над стартом. Я подумал, маленько переиграл, и у нас в итоге та же самая временная отметка, где мы остановились в предыдущем эпизоде, но уже без смерти, то есть у меня никто не умер, я успел построить палатки. В общем, сейчас будет короткая вставка о том, что происходило, ну и потом продолжим сразу. Итак, по поводу альтернативного старта, давайте я очень быстро, коротко расскажу, что и как можно сделать, чтобы сберечь побольше жизни. Ну и инженеров прежде всего, опять же, ставим мастерскую, сразу же направляем народ на работу, ну и в первый день, в принципе, только дерево мы собираем. Эту кучу металла нам разгребать не к успеху, но опять же, на технологии тоже дерево уйдет, дело в том, что в первый день мы успеваем только построить мастерскую, построить санитарный пункт, и пару палаток, ну и еще постдобыча, да, быстрый сбор, давайте начинаем изучать, потом отопление. Значит, ставим сразу же тогда санитарный пункт, чтобы наши ребята, чтобы наши ребята после работы не слонялись без работы. Как вы видите, в первую ночь у нас появляется 7 больных, по сценарию. В итоге у нас в конце второго дня уже появляется вторая палатка. Итак, смотрите, у нас четвертый день, все больные у нас в палатках, все хорошо. Также на четвертом дне я решил отправить экспедицию. За 40 дерева, в принципе, дерево у нас имеется на этом. Пошли в замерзшее логово, может, там есть пища какая-то. Вот, экспедицию мы отправили, я надеюсь, что в конце четвертого дня мы уже все построим и поговорим с администрацией. Хорошо, давайте снова поговорим с Нью Лондоном. Тут они нам рассказывают, что мы должны делать, какая наша задача и то, что к нам придут наши дети. Они их отправили. Также мы можем попросить помощи, можно запросить еду, нам нужно больше еды. Но из-за этого у нас благосклонность упадет до нуля. Я думаю, что стоит попробовать. Давайте запросим еды, спасибо. И дальше будем добывать сталь. Вероятно, это недоразумение. Дети не должны были сюда ехать. И уж точно не так рано. Нам будет тяжелее. Что ж, ссылать их назад поздно. По крайней мере, Нью Лондон обещал поставлять нам еду. Будем надеяться на регулярные поставки. Хорошо. К нам идет еда, которую мы запросили. Так, да, две партии. То есть то, что мы запросили и то, что нам полагается. Ну и наши дети. Замечательно. Также наши разведчики идут к замерзшему логову. Посмотрим, что там. Ну и, в принципе, наверное, все, да. На следующее утро у нас будет потепление. Так что, я думаю, будет чуть-чуть проще. Надо собрать дровишек. Потому что дерево я все истратил на как раз организацию экспедиции. И нужно будет дорогу достроить до армейского склада. Дальше будем добывать сталь. Сейчас надо запомнить, что сталь это еда. По сути. Замерзшее логово. Да, это большая пещера, заваленная костями животных. И, возможно, людей. Со следами зубов. Это логово крупного хищника. Возможно, медведя. Обыскать. Живым здесь не место. Жуткое и унылое место. Его обитатель долго охотился в этой местности. Обыскав пещеру, мы обнаружили медведевцу с двумя медвежатами. Они свернулись в клубок в дальнем углу пещеры. Они не пережили в юге. Понятно. Так, идем дальше. В принципе, надо будет вторую экспедицию потом сооружать, да, снабжать. Как-то организовывать. Что у нас там? Скоро будет начало рабочего дня. Давайте чуть посмотрим, как работает транспортное депо. Я видел, что в трейлере там ездили поезда. В какой момент они появляются, пока непонятно, да? Все утеплеет. Также я успел в этой ветке реальности изучить отопление, то есть печи и обогреватели. Ну и сейчас мы изучаем угледобытчик. Посмотрим, как оно будет. Да, 30. Короче, там у нас из, получается, двух сырой еды и получается четыре пайка. То есть один к двум, да? У нас будет 60. В принципе, да, мы всех накормим. Если, конечно, кто-то там не умрет раньше времени. Четыре часа уже, да, осталось? Слушайте, если четыре часа, то надо срочно освобождать тогда народ. Надо много еды приготовить. Я надеюсь, что мы до конца дня это сделаем. Так, у нас нет еды, так хорошо. Это хорошо, что нет. Будет скоро. Просто они пока с работы уйдут, пока придут. Там время пройдет. Надо их заранее освобождать. Так, 12, да? Хорошо. Дорогу мы провели. Тут еще ящики древесины. Кучки угля у нас две штуки. Ну, в принципе, дерево столько же примерно по количеству, да? Ладно, ускоряем. Видите, у нас больных 8. То есть мы справляемся. Жаль только. Болеет инженер. Так, слушаем, может быть, как вариант тогда отпустить ее, бедолагу. Вот так вот. Так, дерево у нас собрали, да? 11 человек. Так, ну, в принципе, я не пойду в шахту работать, я думаю, потом. Часто их стоит ли занимать? Опасно? Подожди, что-то не то дело. Непонятно. Отпустить. Так, у нас один инженер. Получается, что... Он больной работает, получается, да? Ну и пусть работает. Вот. Можно, конечно, построить еще депо. Добывающие дерево. Мне понадобится еще не скоро. Так, давайте тогда пост добычи вот тут. В принципе, достают нормально. Сойдет, как говорится. Два часа. Я тоже через два часа. 15 детей. Мне сейчас нужно будет как-то закон принять, чтобы дети работали. Пока что с нами говорить не будут, потому что у нас благосклонность никакая. нужно отправить им сталь. Может, слушайте, дети будут строить дорогу? Как вы думаете? Согласятся или нет? А кто их спросит, да? Слушайте, красиво, красиво. Я в начале года этого прикупил себе монитор 32 дюйма. И на таком мониторе Фростпанк просто Фростпанк просто прекрасен. Могу сказать. Но ресурсов компьютера тратится больше. Так, все получается, да? У нас что? Прибыли наши дети. Сэр, прибыли чиновники из Нью-Лондона. С ними наши дети. Работники расстроены. С детьми явно плохо обращались. У них недостаточно теплой одежды, а некоторые простудились по дороге. Но теперь мы можем о них позаботиться. Да. Спасибо. Так, вот они. Нет, больше где-то еда. Раз в день, да? А где эти работники-то? Так вот они отображаются, да? Интересно. Можно их заставить? Нет, заставить их нельзя. То есть они как-то существуют? Надо еще им дома ставить. По-хорошему там. 20 бездомных. Ничего. Больные дети. Что с вами делать? Клад из правовых ядер. Прекрасные новости. На складе нашли пока неизвестный, но явно обширный запас правовых ядер. Мы уже отправили отчет в Нью-Лондон и ждем инструкций. Нафига вы им сказали вообще? Пока мы можем вытащить на поверхность хотя бы несколько, но для этого придется приостановить добычу стали. Дайте подумать. Нам сейчас правовые ядра неосхода нужны. Так, армейский склад. Найдя правовые ядра на армейском складе, вы можете приказать рабочему добывать правовые ядра или разобрать их и получить сталь. Поначалу единовременно можно добывать только один ресурс. Инженеры могут придумать, как улучшить рабочие условия на армейском складе, тем самым повысив производительность и обеспечив небольшую защиту от холода. Со временем это станет особенно важно, ведь у склада нет внутреннего обогрева. это интересно, я не знаю, чего мне сколько понадобится. Ну, в принципе, пока будем добывать то, что добывается. Тут дерева осталось мало, так что мы уж его дособираем и пойдем на склад. Так, голодных у нас, значит, кормят. голодные накормлены. Замечательно. Надежда растет. Что-то растет. Так, что там опять у вас произошло? Нью Лондон. Мы узнали, что на складе обнаружен запас правых ядер, крайне своевременная находка. Эти устройства критически важны для безопасности города с этого момента, пожалуй, высылайте нам по два ядра с каждой поставкой. Прикольно. Типа, пожалуй, высылайте. Чтобы обеспечить своевременность поставок, вы получаете полномочие вводить чрезвычайные смены. При возникновении препятствий просим вас обращаться в город для разрешения проблемы. Ну, что у них лучше благосклонности нет? Ведь... Нет. Постановление о чрезвычайных сменах. Так, чтобы обеспечить выживание колонии и ускорить поставки ресурсов, саванпоста 11 правительство Нью Лондона выпустило постановление о чрезвычайных сменах. С сегодняшнего дня рабочие смены будут увеличены вплоть до... Офигася. Хорошо. Спасибо. Так, у нас в строке это не указано ведь, да? Смотрите, два правых ядра. 101 стали. В Лондон. Ясно. Это потом надо было сюда обращаться. Хорошо. Лучше бы они прислали инженеров побольше. пока что, чтобы люди не умирали, я не могу построить вторую вот эту вот мастерскую. Иначе все умрут. Да, в принципе, можно как бы 24 часа-то объявить. Что-то, да, ради технологии. Но это надо 50 дерева, так что пока не буду. Так, давайте, собирайте. Все хорошо. Эту штуку мы разбираем, сюда мы назначаем народ побольше. Надеюсь, они достроят дорогу. Ну и скоро будем строить печи. Уже 40 пайков всего лишь, да? Все, дорога построена. Шесть больных. Так, ну-ка, что-то у нас обогрев работает, приемлемо, а так так плохо. У нас изучились угледобытчики. Сейчас у нас значит что? Деревянные опоры, тачки. Вот как раз те технологии, которые увеличивают производительность труда, да? Ну, поскольку сталь это еда, я думаю, что имеет смысл все-таки. Что-нибудь из этого изучить? Так, деревянные опоры повысит эффективность работ на армейском складе. Это у нас дерево, тачки. Позволяет использовать тачки на армейском складе эффективность на 20%, тут у нас скобка. А, да, каждое применение повышает эффективность на 50%, это баф. Понятно, давайте пока тачки. Потом посмотрим. Ну и, в принципе, раз у нас там обогрев работает, то почему бы нам не объявить 24 часа? Ребята, пошли обратно. Ворочай себе под нос. Меня такое беспокоят больные. отпустить. Вот, так будет лучше. Пусть работают. Так, что у нас там с больными-то? Еще долго, тут еще долго. Блин, появятся, короче, у меня тяжело больные, судя по всему. И мы строим палатки. Шесть рабочих без дела. Ну, сейчас ночь. Ну, в принципе, сейчас они больные, ведь, да? Пока сюда назначу больных. И куда-то больные сразу пропали. Моментально. Видимо, утром обнаружится. Разведка. Когда-то здание было сильно повреждено, но теперь его починили в поисках защиты от холода и ветра. Из импровизированного дымохода идет дым. Как они тут выжили-то? В бурю. Зовите нас с надеждой. На наш стук отвечают вооруженные люди, но они опускают оружие, когда мы говорим, что пришли с миром. Вскоре мы выясняем, что мы их последняя надежда. Они изнурены, голодны и больны. Их запасы на исходе. Мы узнаем, что предыдущих обитателей убили дикие звери. Так, ну что ж, наверное, придется сопроводить до девадцатого. Пока что, в принципе, можно пригласить людей. Я думаю, что мы как раз заказывали доп. еду. Потом пойдем сюда. Да, кстати говоря, пищевые пакеты у нас активно потребляются. Поставки грузов играют ключевую роль в обмене ресурсами в морозных землях. Наладить поставки можно двумя способами. Вы можете открыть администрацию аванпоста и управлять поставками оттуда. Также есть возможность выбрать желаемое поселение и груз на карте морозных земель. Не забывайте, что сперва ресурсы придется собрать. Сами поставки занимают несколько часов. Короче, я читал в описании, что можно будет обмениваться с другими пунктами. То есть может быть будет не только у нас Лондон, еще какие-то другие. Или мы опять же будем строить другие аванпосты и обмениваться с ними. В общем, посмотрим. Посмотрим, кого мы встретим. Одна из главных задач этого дополнения раскрыть, кто еще выжил после бури. Может, там еще какие-то будут другие города, кто их знает. Ладно. Вмотаем тогда время вперед. Все у нас собрано, сталь. Переходим на паровые ядра. Присоединит разгрузка, что это значит? Не работает. Переход на новый ресурс. Ну да, как бы. В том и смысл. Да, в общем, работает у нас склад, как, помните, порты работали. За работу. Надо держаться. Люди от меня зависят. Ну и от меня. Чуток. Короче говоря, у нас будет 22 человека, плюс еще 11 инженеров. Надо стоить 4 палатки строить надо, блин. Это дофига. Так там. Что у нас тут-то? 94, тут 300. Тут еще полно надо собирать всего. В общем, пока непонятно. Мне нужно еще придумать, куда ставить печи. То есть этим этой ночью уже надо будет ставить печи, чтобы отапливать сталь. Слушайте, а сталь буду тратить тоже вопрос хороший. То есть мы можем собрать что-то одно, а стали-то у нас не будет. Тут стали больше нигде нет. Сколько у нас порывы ядра добываются в общем? 0,1 в час. То есть за 10 часов одно ядро, 20 часов получается нам. Что-то нифига мы не успеем, по-моему. Ну в принципе утром они пойдут работать, так что на день -то печи будут не нужны. Наверное так. Ладно. Пока надо строить тогда палатки. Жилой квартал мне будет вот тут располагаться как-то по-видимому. Тут две печи как-то поставить. вот вот уже опять появляются голодные эти даже еще не пришли походу придется просить еду будет так вот у нас восстановилась значит уже сюда но еду они нам не дают обидно обидно дерево дерево уголь фиг знает пока не буду тогда тратить благосклонность пока непонятно как действовать то дальше почему мне не предлагают законы кто мне скажет мне бы принять какие-нибудь супы было бы неплохо я был бы очень рад нам урезали паек рабочие разгружавшие последний груз привианты из не лондона заметили что еды прислали заметно меньше чем обычно новость понятное дело уже облетело весь аванпост люди тревожатся и сердятся надеемся что просто ошибка а не признак что дом отворится неладное ну там да 40 пищи там в принципе можно пока не готовить то есть потерпеть то не все схавают пусть сначала маленько поголодают нью лондон с сожалению информирован что в связи с неопределенными обстоятельствами мы вынуждены сократить поставки бревиантов пред до нового уведомления заверяем вас что объем поставок восстановится в ближайшие сроки надеемся что это неудобство не повлияет на ваш прогресс ожидаем поставки ваших грузов в срок нити реки набранного темпа да ну и что прощайте что с вас взять то да ничего не возьмешь правое ядро уже одно есть так что живем так все истощилось убираем кучу угля у нас тоже пора ставить угледобытчик так едой ресурсы в принципе можно было не удалять тогда уж что пусть стоит поставим его тут благо на него не надо стали как поставить прогресс там какая часть уже ядра добыта непонятно в принципе мы можем поставить тогда еще одну эту еще на мастерскую раз он с инженеров столько да опять же сталь нужно да опять стали нужно как раз сейчас они придут и построят будет норм ну и палатки тоже надо оставить будет да побольше причем еще две так тут у нас будет отопление распространяться вот тут и еще один где-то вот тут пока точно непонятно где все экспедиция пришла мы отправляем разведчиков куда пока что сюда найти бы пищи было бы здорово 23 человек так ладно давайте собирать у нас идет стройка тут тоже стройка добавляем посты добычи вот сюда наверное смысла особого нет так в принципе идет хорошо тогда куда девать рабочих только добывать уголь получается так ну все сейчас ничего не построю потому что у меня сталь уйдет все кончилась у нас смена так мы ядро не добыли да обидно черт побери груз 30 древесина уголь ничего нового не появляется так строим палатки 23 да то есть можно одну ты пока не строить было ну ладно пусть будет у нас кд скоро будет новый рабочий день и похолодание что конечно печально но как обычно не смертельно давайте пока распределим наших новых отморозков так добываем уголь дальше значит на кухню в принципе можно послать инженеров пусть работают ну просто у нас видите пока не построены печи так что в палатках они просто замерзнут и печи пока построить не могу потому что у нас не будет стали придется ждать ну и наверное все пока у нас 8 безработных не буду их никуда направлять в принципе можно построить еще один пост нет пост это минус сталь короче ждем не пришел мороз так прохладно ясно ясно понятно так уголь у нас сейчас будет уже выбиваться первый груз готов к отправке в Нью-Лондон вам следует зайти в администрацию аванпоста и попросить клерков открыть линию связи тогда вы сможете отправить груз ок обменять сталь и правые ядра на привиант погнали так технология значится так тут вариантов тоже нет лесопилка скоро у нас ящики кончатся и будет нужно очень много дерева давайте пока я переключусь на сталь мне сейчас нужна будет сталь побольше выражаем вам признательность за первую поставку отличная работа правые ядра очень важны для колонии рада сообщить что планируем отправлять вам провиант каждый день а до этого вы что планировали блин ваша задача обеспечить поставку ядер из стали если поставляемых ресурсов будет недостаточно нам придется рассмотреть ответные меры и помните если возникнут проблемы сообщите нам ну в общем понятно все с вами понятно гнев растет новость о том что не лондон рад сообщить что будет высылать нам еду которую он обязан нам слать разошлась по поселению и вызвала ропот и беспокойство что уж говорить о реакции на слова об ответных мерах все говорят что правые ядра надо в первую очередь использовать самим мы их нашли а генератора у нас нет в отличие от нью лондонцев ну в принципе да как бы да правки остальные не стали два правых ядра все ясно так разведчики значит груда обломков все что осталось от каменной постройки что никогда стояло в каньоне у подножия гор белая слава вероятно это было укрытие в горах или военный наблюдательный пункт над крышей трепещет обрывок белого флага один бог знает как он уцелел никто не знает всегда он был белым или выцвел со временем всего лишь 13 дерева маловато блин так хорошо каменная стена дальше ну было бы побольше дерева я бы вернулся а так что так мы идем дальше мне интересно что у нас едой это 43 36 голодных у нас 123 человека 123 человека поэтому я думаю что стоит все-таки попросить еды да в будущем наверное будем просить также древесину опять до нуля да то есть как-то шкалату странное сразу все до нуля падает нам нужно больше сроги дым у вас явная проблема с управлением ресурсами но мы сможем вам помочь выйдет новый закон благосклонность нее лондон упадет до нуля вот такие вот дела так постановление об экономии привязи чтобы обеспечить выживание колонии и смягчить временную нехватку провианта правительство Нилондона издало постановление регулирующее использование сырой пищи с этого дня вместо стандартных пайков в кухнях будут готовить суп слушайте неплохо неплохо Нилондон вводит закон о выдаче супа спасибо на кухне можно подавать суп так стоп у меня сейчас все приготовлено да что у нас на карте происходит так это у нас доставка еды через час будет это мы отправили транспорт да ну все что все четко давайте сразу тогда я так уже на суп переключили да хорошо вот как-то так сейчас у нас будет сталь я буду ставить тогда печень и потом нам будет дерево просить 114 эффективность чего это чего это 8 стали нам нужно 10 по-моему да на одну печь красота все сталь у нас есть давайте подумаем куда поставить там раньше были по-моему четче эти линии как-то они ярче выделялись так первая значит печь пойдет сюда над второй сейчас подумаем углей в принципе уже дофига дерево тоже можно будет изучать второй кир так слушай давайте ка знаете сделаю что заставлю ученых работать 24 часа хотя образок все равно больной нанимается кого хрена два человека вот такая вот смена будет у нас так ускоряем и еще на печь пойдет да придется очень много печей ставить давай сюда парочка палаток у нас вне печей все равно оказалось это надо поправить в принципе третью печь поставлю вот тут и палатки поставлю лишнее инженеры все равно болеют так еще собрался еще один санитарный пункт поставить хотя в принципе нормально пока справляются 23 часа то есть 5 часов сейчас понаблюдаем ну или как-то так вот поставим третью печь сойдет все до конца рабочего дня еще много времени о у нас кто-то умер ты инженер да смерть от переутомления недовольство вырастет ладно нормально пока можем себе позволить здесь больше никто не умрет все в принципе ждем больше особенно заниматься нечем можем правда еще построить один пост добычи но мне дерево нужно сберечь 50 единиц так ресурс пост добычи где-то можно изучить опять же эти сначала деревянные опоры на спилку еще ставить надо будет так у нас тут потепление потом похолодание чтобы было больше угля ставим пост добычи сейчас посмотрим все успеваем видите изучена технологии лесопилка так дальше надо подумать что будем изучать потому что улучшение ресурсов там у нас еще ускорение этих разведчиков увеличение лимита наверное будет термоизоляция поста вот изучение мира больше разведчиков все же давайте сначала изучим деревянные опоры потом уже в первый тир перейдем потому что мне нужно больше еды даже учитывая что у нас супы все равно еды будет не хватать маленько я ожидаю низкая благосклонность так ну и лесопилку надо планировать значит больше лес тут еще лес да блин тут и эти никак не могут собрать ну а пока давайте тут ну и хотя тут тоже надо врубать нет тут не построить пока что надо ждать лесопилка идет сюда тут можно построить нет надо другую экономить построим так и уберем вот тут все нормально вроде бы все нормально можно опять же смену объявить недовольство вырастет все опять 24 часа будет работать а что поделать такая жизнь ну и пока надо будет повременить уже с такими сменами потому что сейчас люди начнут умирать недовольство будет расти так 30 дерева 29 стали печи уже работают хорошо какие-то палатки все равно будут не попадать скорее всего эта палатка не попадает так что придется в зоне отопления построить палатки хотя бы одну вот на ночь работы полно все хорошо грустно месте так у нас расписание то есть вообще с 8 до 18 24 часа радиусы будут так грустно месте это не для чего для того чтобы я мог уже следующий отправлять низкая благосклонность так лицепилка тоже у нас будет работать уже тут народ вот народ это не хватает в принципе мы из постов добычи потом уберем даже можно убрать сейчас вот так вот угля в принципе пока хватает так что необходимости пока нет все это дело собирать ну че я думаю что на этом я эпизод закончу всем спасибо за то что посмотрели ставьте лайки если видео вам понравилось если вы ждете продолжения по этой игре на канале с вами был Антик всем удачки всем пока